Привет всем! Как я и обещал, я покажу, как мне выставить скин сегодня, чтобы я его залил. И я залью один скин, как пример, для того, чтобы вы знали, как это все делается для моего мода. Во-первых, чтобы залить мне скин, вы можете сделать две вещи. Ну, для мода, точнее, чтобы я залил, это надо подать как-то не заявочку или еще подобное. То есть, здесь два разных вида. Один хуже всего, и я меньше всего сюда смотрю, это просто зайти на мой дискорд. И здесь есть вот такое, как скин сабмишн. И здесь люди просто вот закидывают, как вот такой скин, допустим, или вот такие перчатки. Неплохие перчатки. Давайте мы их зальем сегодня. То, вот, чтобы, допустим, залить, вы пишете, должны обязательно написать имя и количество юзов. Количество юзов очень маленькое здесь, поэтому я не залью. Я бы лучше залил что-то на 100 юзов, как вот это вот. Но мы уже заливали этот скин, так что давайте идем дальше. А вот есть еще Катана, но Катана, Катана, Катана. Для таких скинов, как Катана, нам надо открыть Reddit. Вам надо зарегистрироваться на Reddit и вступить в нашу группу в Reddit. Вот, чтобы найти нашу группу очень легко, надо просто нажать на вот такую кнопочку. Здесь есть Reddit Skin Updates на моем дискорде, видите? И нажимайте вот сюда, просто нажимайте, да, открыть. И вот у нас откроется вот такое. Это вот скин, который сейчас кто-то залил на 55 юзов. Мы как раз, скорее всего, его и зальем. Почему бы и нет? Здесь еще залили Катану. То есть для того, чтобы кастумки забить, на которые у нас уже есть, кстати, вот здесь. OM Models Textures, если вы откроете Pinned Messages, вы увидите, что здесь есть кастумки. Есть еще Skin Submissions вот здесь. Тоже, а, нет, подождите, кто удалил? Кто-то распинил мои месседжи. Ну ладно, вот может сюда. Вот здесь еще есть, видите? Просто нажимаете Jump, и тут будет и самая Катана, и модельки под нее, просто рядышком. Вы сможете легко их найти. Видите, еще вот здесь есть под такой вот ножик, по сути. Вот так он выглядит. Видите, как моделька выглядит? И там же разведка. Вы просто обрисовываете разведку и можете скидать разведку и скидать вот такой скриншот, если вы знаете, как это сделать. Но в другом видео я, может быть, вам покажу, как это точно сделать. Так вот, вы заливаете их сюда. И если кастумка, то она должна иметь пять голосов. То есть пять голосов для кастумки, для обычных автоматов. Это как вот этот автомат или перчатки или вот это. Ой, уже видите, вот пять голосов. Но это кастумка. Кастумка, ее будет сложно, ее позже сделаем. И скорее всего сделаем. Почему бы и нет? Просто делаем, может быть. Если там объект будет нормально выглядеть. Потому что вот этот будет, скорее всего, сложно делать. И вот мне уже начинают все скидывать. Но в любом случае, вот у нас есть FAMAS. Мы зальем сейчас FAMAS. FAMAS у нас недостаточно имеет текстуры. Но мы все равно его зальем. Почему бы и нет? И этот FAMAS пойдет под это видео. Вот так вот. Я так решил. Так вот. Мы берем сейчас. Открываем Unity. Вот такая картинка у нас была. И в Unity я заливаю скины таким образом, что у меня есть для этого специальная программа. Но в целом, если у вас есть... Если у вас есть как бы... Unity вы можете просто вот открыть вот это вот. Default weapons, видите? Здесь есть FAMAS. Здесь есть FAMAS. Да, есть он здесь или нет? А, FAMAS в CC weapons. Извините. FAMAS вот здесь. Вот, видите? Что мы делаем с FAMAS? Мы просто берем, нажимаем правой кнопочкой на него. Нажимаем Unpacked Prefab. Открываем любую папку и создаем нашу FAMAS папку с именем скина. Вот в примере с нашим скином, который мы хотим сделать, мне сразу написали вот сюда имя, которое вы тоже все должны писать. И имя, и количество. Вот я копирую просто имя. Открываю Unity. Я себе специальную программу для этого сделал, но я вам покажу, как вы можете делать примерно это. Открываем Unity в папку и скидываем вот сюда с папкой open market FAMAS. Сюда скидываем вашу картинку. Вот эту вот, допустим, да? И сюда скидываем тоже FAMAS. Здесь можно создать, получается, материал. И этот материал должен называться точно так же, как называется материал того, как FAMAS выглядит. То есть, блин, извините, не то нажал. Вот сюда вы должны включить его сначала, потом нажать два раза на него кнопочкой. И вот в FAMAS самого есть вот этот S&D импорт. И здесь называется, по сути, вот вы смотрите сюда, да? Тут написано Fire. Так называется материал. То есть, здесь тоже можете назвать его Fire. Но это совсем не так, как называется мой FAMAS. Мой этот на скид. Это я показываю, как для классики делать, по сути. Но вот так вот вы скопируете и переносите картинку в Альбедо. Вот под Альбедо вот сюда. После чего вы можете навести вот так на FAMAS. И он будет вот так выглядеть. Вы можете там играться с тем, как он будет, каким цветом он будет, как точненько он выглядеть будет. Металлик или Альбедо. Можете даже чуть-чуть цвет поправлять. Вот так делать его темнее, цветнее, короче, краснее. Вот так вот. Мы поставим вот так. И просто после этого нажимаете правой кнопочкой на Build Skin. И вот так у вас получается это сделать. Я чуть-чуть делаю по-другому. У меня есть своя прям программка, которая так же делает. Но у меня по-другому скины для моего мода называется. Поэтому вот если вы захотите когда-то делать для моего мода что-то, то вот так оно называется. Вот здесь название. Они не все здесь. Но я не буду открывать все, наверное. Зачем? Да? Вот так я делаю просто. Потом нажимаю на FAMAS. Вставляю сюда название. Нажимаю Create Skin. И у меня вот есть теперь название с двумя, по сути, этими, двумя материалами. Один это внутренний, один внешний. И вот внутренний у нас вот тоже такой же. Вот. Если я наведу, тоже он так же примерно будет выглядеть. И после чего... Это не кастумка, если что. После чего я просто нажимаю... Типа беру... Нажимаю Shift и левой кнопочкой мыши на оба. Вот видите? Один, два. Когда держу Shift. И оно выделяет обоих. После чего нажимаю правой кнопочкой на одного из них. Нажимаю Build Skin. После этого вы, скорее всего, должны будете ждать дольше, чем я. Потому что я уже... Как бы оно уже у меня простандартизировалось. И у меня довольно-таки быстренький комп сравнительно. И для меня он будет готов через пару секунд, по сути. И вот... Мне чешется плечо. Пока. Оно делается, я вам еще скажу. Это примерно так со всеми вещами. Как вы сможете сделать, если там люди голосуют, не голосуют, ставят оценки там и дальше вашим скинам. То это не значит, что они безразличны все равно, что они не зайдут. Я почти все заливаю, которые не кастумки. Кастумки просто надо дольше времени она занимает. Но примерно так же. Вы можете на моих стримах видеть, особенно по субботам. Я так частенько там делаю кастумки. После чего мы просто заходим в Brutal Strike. Да, перед этим я забыл, кстати, вам показать, что вам надо по-любому будет какая-то иконка. Что я обычно делаю, это я вам покажу. Я открываю, нажимаю кнопочку Windows и здесь пишу Snipping Tools. Оно стандартное приложение на любом Windows. Вы просто вводите ваш скин, который вы хотите там сохранить и создаете иконку. То есть вот это будет теперь иконка под скин. Вы нажимаете Modifications. Поставить иконку. Я поставил иконку. Я нажимаю Load, чтобы проверить, или скин работает. Вот, то есть, допустим, я хочу проверить, или скин работает для моего мода. Это надо нажать еще на медификации. И вот так залить. И здесь можно проверить, как скины в целом выглядят. Видите, вот так выглядит он снаружи. Вот так он выглядит внутри. С перчатками, потому что у меня перчатки не прогрузились просто. Потому что я их, скорее всего, снял, когда что-то делал. Ну, вот так он выглядит. Вот так можно целиться. Так можно стрелять. Вот моя катанка, которая может менять цвета, наверное. Да, она, видите, меняет чуть-чуть цвета. Я показывал тоже на стримах, как менять цвета. Показывал. Все. И теперь она вот так можно бегать. То есть, оно работает. Значит, работает это уже хорошо. После чего я просто смотрю, сколько там было кодов надо. Он сказал 55. Мы пишем 55. И теперь у нас есть 55 юзов, которые я буду использовать, по сути, под этим видео. И на этом все, по сути. Вот я вам показал, как оно работает. Ой, я случайно включил другую. Оно работает вот таким образом. Так что, если у вас есть еще вопросы, вы можете задавать. Но в целом, я заливаю скины каждую субботу. Поэтому каждую субботу у нас будет больше туториалов, больше того, как делать скины, как что делать правильно и так дальше. Но в целом, может, я потом еще залью видео на том, как это сделать с телефона. Ну вот, допустим, если я хочу его использовать, теперь этот скин, мы нажимаем settings, скин коды, забиваем, онлочим. Теперь он у нас здесь. Картинка просто еще не загрузилась, но это не значит, что она не работает. Она работает. Теперь мы просто браузим. Здесь есть какой-то сервер с open market. На асфолте кто-то играет. Мы заходим к этому человеку. И оно не работает, потому что, скорее всего, у этого человека очень сильно другая версия. Ну, это такое бывает здесь. Ничего не могу сказать. А он вышел. Он, этот человек, почему-то вышел. А нет, не вышел. Сервер так до сих пор и работает. Ну, ладно. Теперь мы можем просто создать сервер. Подождите. Мы сделаем the dust. Сделаем пинг большой. Это вот так я делаю. 24-й версии, чтобы все могли зайти. Модификации open market. И теперь, может, люди смогут к нам заходить. Посмотрим. Сейчас, правда, скорее всего, мало людей играет, у которых бывают мои моды. Ну, вот. Это примеры, кстати. Вот одна из моих кастомок, которые перезаряжаются. Пистолет, который я не активировал. Еще один, который я не активировал. Для пистолетов надо коды. Чтобы оно нормально показывало. А так оно будет белым. Я... Оно сломалось, когда сервер когда-то полетел. И все сломалось. И я так и не починил. Жалко, конечно, что я не починил. И теперь люди к нам смогли зайти. Видите, у них теперь свои... Блин, мы не сможем поменять персонажа. Ну, ладно. Надо ready нажимать, чтобы игра началась. И вот. Я забыл поставить себе нормального персонажа, когда хотел. Играть. Так вот. И сейчас победим Светлану. Вот. И перезайдем на сервер. Видите, теперь можно брауз сервер сделать. Open Market есть вот наша комната, да. Мы можем просто джойн сделать. И у нас скин все равно останется. Вот. Посмотрите. Вот так вот. И мы сможем выбрать вот Фомас. И в Фомасе теперь у нас он красный. Какие нам и хотелось. И все вроде бы работает. Перчатки тоже работают частично. Не знаю, почему перчатки. Перчатки просто залодены другим образом. Поэтому оно так работает. Но у других людей вроде бы работает нормально. И скины работают тоже нормально. Персонажи, точнее. Хотел сказать. Я потом сделаю. Буду вот, когда добавлять прям новые оружия. Оружие просто там ракетницу или еще что-то. Но вряд ли. Ракетницу добавлю. Но как минимум пистолеты, скорее всего, новые буду добавлять. Когда там мод. В таком случае. Что-то Светлана вообще плохо играет. Видите, как она с мечом бегает. Сейчас мы его мечом сделаем. Короче. Не убьешь, не убьешь. Вот так мы его победили. Вот так вот. И на этом как бы все. Я вам все показал. Все рассказал. 17 минут. Слишком много как-то получилось. Ну ладно. Так что, если вам понравилось. Так, оставляйтесь с нами. Мы каждый день делаем видео. Каждый день играем в разные игры. Можете оставаться с нами. Играть с нами. И вот это вот все делать. И вот Сас нам написал о Влад. И до встречи на следующих видео. Всем пока. Спасибо. Я очень рад, что вы пришли. Спасибо. Продолжение следует...